Рак пристательной железы Самая частая патология мужчин Начинает развиваться после 40 лет Это что такое? Это мужская мастопатия Те же закономерности Андрогенная стимуляция, пролиферация Протокового и железистого эпителия И на фоне которой возникает предрак После 50 лет у каждого четвертого После 60 лет у каждого второго К 80 годам более 90% мужчин Имеют доброкачественную гиперплазию пристательной железы Которая в нашей стране еще называется аденомопростаты по старому Аденомопростаты это крайне редкая доброкачественная опухоль пристательной железы Симптомы нижних мочевых путей примерно у половины этих мужчин И это большие страдания, да, симптомы нижних мочевых путей А причин мы ее не знаем Можете, самая частая мужская патология не знаем Профилактику не знаем Лечение есть, но не буду об этом говорить Тоже первый обзор Обсуждается, активно дискутируется Взаимосвязи доброкачественной гиперплазии Это мой обзор в вопросах онкологии И рака с коллегами И рака пристательной железы Сегодня появились прямые доказательства 30 лет на это затрачено Наблюдение за всеми датскими мужчинами За всеми шведскими мужчинами И четкое доказательство, что Доброкачественная гиперплазия повышает риск рака простаты Но другие доказательства не буду приводить То есть это группа риска Получается, что после 60 лет Каждый второй мужчина в группе риска А это и на самом деле так Потому что индолентный рак простаты Вероятность его такая же, сколько лет мужчин В популяции 60-летних мужчин У 60% есть рак простаты В большинстве своем индолент И профилактика рака простаты Ну первичная это и диета И все остальное не буду повторять Ранняя диагностика Врементарное пальцевое и ректальное исследование Все-таки это медленно растущий рак Трансректальный узель И скрининговые программы ПСА и химиопрофилактика ПСА был популяционный скрининг С треском провалился Но появилось понятие Об индолентном латентном раке простаты Более 2 миллионов мужчин Тогда не было брахитерапии Тогда не было Более щадящих методов лечения рака простаты Абляция, например Им делали или простаты эктомию Или дистанционную лучевую терапию А делать-то не надо было Эти мужчины прожили бы за своих 80-90 лет И умерли бы от другой причины Вот и сегодня Поэтому популяционный скрининг Рака простаты не рекомендуется Вероятность при повышении Даже при нормальном уровне простаты Смотрите, какая высокая Но это в большинстве Индолентный рак простаты Вот сегодня алгоритм скрининга В том числе в нашей стране Оппортунистический Уролог он к урологу назначает Мужчине рекомендуется в 40 лет Сдать первый раз кровь на ПСА И если вот он меньше значения Одного нанограмма на миллилитр Следующее исследование Может быть через 8 лет По скорости удвоения ПСА Определяется необходимость биопсии Не лечения, а необходимость биопсии Тоже есть медицинский калькулятор И за неимением времени я ему не привожу А я знаю 80-летнего мужчину У которого он следит за собой У которого уровень ПСА Меньше 1 нанограмма на миллилитр Но он сдает его каждый год Профессор медицины И химиопрофилактика рака простаты Очень странная ситуация Лекарственные препараты Ингибиторы 5-альфиридуктаза Сначала финостерид, потом дутостерид Были разрешены Для химиопрофилактики рака простаты Как у пациентов Имеющих доброкачественную киперплазию Так и не имеющих Таких все-таки тоже Половина мужчин популяции стажа 60 лет Но затем Это разрешила Футендрак Администрейшн Европейская ассоциация урологов А затем это было отозвано Вот из-за этих побочных эффектов И было принято решение Что риск выше Чем та польза Которую они могут привести Ну что осталось Если мы лечим у мужчины 5-альфиридуктаза Доброкачественной гиперплазии Мы должны знать Что это снижает риск рака простаты Снижает риск рака простаты Снижает риск рака простаты Снижает риск рака простаты